Девушки отдыхают Девушки отдыхают Традиционная калифорнийская музыкальная викторинка Первый сюжет этой калифорнийской программы связан с событием, о котором не знает только ленивый Только самый ленивый не знает о том, что такое мисс Рашнелэй и о том, кто такая Лика Осипова Чье имя стало своего рода брендом, который связан с ежегодным конкурсом красоты, реалити-шоу И обложками американских глянцевых журналов с ее фотографиями Сюжет из западного Голливуда Конкурсы красоты идея не новая Все зависит от того, на каком уровне они проводятся Если в тени конкурса стоит локальный промоутер, это один уровень А если сам Дональд Трамп, то это уровень всемирный Независимая, деловая и гордая Лика Осипова вступила на тропу конкуренции 8 лет назад И за эти годы ее конкурс Мисс Рашнелэй, как и само ее имя, стали своеобразным успешным брендом Почему ты, самодостаточный человек, решила столько лет упрямо развивать свой, по сути, бренд Мисс Рашнелэй? Я считаю, в первую очередь, что если ты не идешь вперед, то ты не являешься самодостаточным человеком Постараемся развеять слухи, кто стоит за Ликой Осиповой? Стоит Лика Осипова Больше никого нет В этом году конкурс, который недавно прошел в западном Голливуде, собрал почти три сотни гостей Девять красавиц Восемь именитых членов жюри А на красной дорожке узнаваемых в лицо гостей Ну что, красиво люди прибывают и прибывают Елена Самоданова, Глеб Савченко, представлять не нужно Тем более, что Глеб, первый ведущий нашей программы, живет высоко Кстати, я вчера был в гостях, живет очень высоко И в прямом, и в переносном смысле Что вы ждете сегодняшнего вечера? Если сравнить его с прошлым годом, вы были в прошлом году тоже А Глеб в этом году судит? К сожалению, я не скажу, но я жду от этого вечера Я хочу увидеть экстримное и замечательное талант-шоу Шоу талантов И я хочу посмотреть, как Глеб оценит конкурс купальника Я буду очень-очень строг Перед началом шоу, как и положено, за кулисами волновались конкурсантки Они приводили себя в порядок Лика Осипова давала им последние наставления А мисс Русский Лос-Анджелес прошлого года в это время с удовольствием раздавала интервью Шоу началось с исполнения американского гимна Выступление оценивало достойное жюри В состав которого вошли королева красоты Нью-Йоркского конкурса Полина Егорова Сценарист Бен Стайн Продюсер из Paramount Pictures Кристин Питерс Номинированный на Оскар режиссер Евгений Афиневский И даже звездная гостья из Индии Что заставило вас перелететь через всю планету из Индии, чтобы судить сегодняшних конкурсантов? Во-первых, мы с Ликой давние подруги Во-вторых, я знаю о том, что русские девушки удивительно красивы Хотя мне больше нравятся умные и образованные А есть ли такой конкурс в Индии? Конечно, это очень популярно у нас Между конкурсами проходили выступления артистов Андрей Цветков сейчас живет в Вашингтоне И работает на уважаемом телеканале «Голос Америки» А совсем недавно он сам участвовал и стал полуфиналистом российского шоу «Голос» Какие песни любят красивые женщины? Красивые женщины? Ты знаешь, красивые женщины любят красивые голоса в первую очередь Я думаю, что зависит от того, как подать материал Какие у тебя критерии? Вот твои критерии при подборе людей И вообще твои критерии при развитии этого бренда Miss Russian LA и Miss Russian US Это очень хороший вопрос Потому что конкурс у меня нестандартный Это не обычный конкурс красоты Это конкурс талантов И в первую очередь, когда я выбираю девушек в финал То первым критерием является талант Девушки должны быть талантливыми, очаровательными А потом уже дальше учитываются их внешние данные Потому что, как правило, красота — это индивидуальность И каждый оценивает ее индивидуально Ну вот у тебя есть эталон женской красоты? Эталон женской красоты — это Мерлин Монро для меня, да Все-таки? Все-таки, ну, икона Я решил не упустить свой шанс и представил на вечере нашу программу Для тех, кто не говорит по-русски Меня зовут Олег Фриш И я веду единственную на русском языке телепередачу про американскую музыку И про индустрию развлечений Мои кумиры — это Конни Фрэнсис, Биби Кинг, Бенни Кинг В общем, все короли музыки И еще я иногда пою После экзотического танца живота жюри удалилась на совещание Где приняло решение отдать первое место актрисе и модели москвичке Анне Бжедуговой У меня есть коммерческое деловое предложение Почему великие Осиповы не провести конкурс Мистер Рашин Элей, Рашин Нью-Йорк и Русская Америка Это замечательное предложение, Олег И я подумаю над этим Но я считаю, что надо думать глобально Зачем только ограничиваться на Рашин? Можно просто сделать Мистер Элей и Мистер Юнайтед Кто знает, может быть с этого случайного предложения Начнется история другого, пока не очень распространенного шоу Хотя доверяющая только своим чувствам Независимая и целеустремленная Лика Осипова Сама совсем скоро подойдет к этой идее Ведь красота, независимо от пола, все-таки должна спасти мир Находясь здесь, в Калифорнии Хочется выразить благодарность нашим нью-йоркским друзьям Тем, кто поддерживает телепроект Тайм-Аут И прежде всего, это генеральный спонсор нашего проекта Доктор-офтальмолог Пионер безлезвенной микрохирургии глаза Леонард Блей Только с помощью лазера, без ножа и скальпеля, без следов Доктор Блей вернет вам отличное зрение И избавит вас от очков и контактных линз Внимание! Доктор Блей является также авторитетным специалистом По лазерному лечению катаракты Любая непогода увеличивает риск автоварий Травм на стройках и на улицах И любых видов несчастных случаев Все случается в нашей непростой жизни В этом случае вам нужно знать только один номер телефона И только одно имя адвоката Который сможет отсудить и выиграть максимально возможные денежные компенсации Таня Гендельман Она адвокат с более чем 20-летним стажем работы И отсудила максимальные компенсации тысячам своих счастливых клиентов Таня обязательно поможет и вам С первой программы нас поддерживает член американской коллегии иммиграционных адвокатов Влад Сирота Влад это тот человек, который сможет воплотить вашу американскую мечту в реальность Только один звонок в офис Влада Сироты А он занимается всеми проблемами визовой, судебной и рабочей миграции И вы получаете Америку на всю жизнь Аллергия – неприятное заболевание Доктор Лев Барский, друг нашей программы, занимается лечением именно этого заболевания Он много лет лечит людей от астмы, аллергии, кожной аллергии и любых других видов аллергических заболеваний Доктор Барский предупреждает, что сейчас начался сезон этого неприятного заболевания Телефон доктора на экране, звоните и будьте здоровы Он выступает уже 61 год, причем все песни пишет сам Он сочинил стихи главной песни Фрэнка Сенаторы «My Way» И по-прежнему летает с гастролями по всему миру не меньше, чем он это делал 60 лет назад Легендарный Пол Анка нашел время, чтобы увидеться с нами в Беверли-Хиллз Сюжет из нашего архива Этот район Лос-Анджелеса для Пола Анки стал родным Много лет назад он переехал сюда из Канады, где родился в семье иммигрантов из Ливана Время в жизни артист Терять не привык, а поэтому точно в назначенное время Двери отеля распахнулись и со знакомой миллионом людей улыбкой появился артист Первый подарок судьба приподнесла Полу, когда ему исполнилось 15 Его песня «Диана» побила все чарты билбордов И через неделю после радиопремьера в Канаде ее уже распевали в Америке, Великобритании, Австралии, а позднее и по всему свету Как потратил свой первый миллион подросток из Канады? Во-первых, я купил родителям дом. Они никогда не жили богато. Мама всегда поддерживала моих занятий музыкой и все деньги уходили на мое образование. Во-вторых, я купил себе автомобиль-кабриолет. Потом дорогие рубашки. Ну, в общем, все для себя и для семьи. Американская музыка стремительно менялась. Многие артисты оказались забытыми навсегда. Что же помогло Полу Анке выжить и оставаться наверху столько лет? У меня есть одно большое преимущество перед другими певцами. Я автор. И когда наступали не самые лучшие времена, я писал музыку для других. Это помогло мне выжить и во время британского нашествия, и во время эпидемии рока, и даже когда в моду вошел рэп. Я постоянно работаю, что-то пишу и не замечаю, как быстро течет время. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Я вспомнил об этой мелодии, сел за печатную машинку, тогда ведь не было компьютеров, и в пять часов утра закончил текст. Мы увиделись с Фрэнком и с аранжировщиком Доном Костой, и через несколько недель песня «Мой путь» буквально взорвала мир. «Мой путь» «Мой путь» ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ «Мой путь» ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Времени на самолюбование у Пола нет. Его по большому счету не волнует то, что его имя вошло в историю американской популярной музыки, и что он получил все возможные и невозможные награды. Имя Анки включено в «За славы рок-н-ролла», он удостоен высшего правительственного ордена Канады, имеет десятки золотых и платиновых дисков. Для него важнее всего внимание зрителей и полные залы. К счастью, и то, и другое у него есть. Пол часто вспоминает то время, когда участники шоу «Дика Кларка», подобное сегодняшнему американскому идолу, ездили по стране в одном автобусе, и он между городами писал хиты для своих друзей-подростков – «Конни Фрэнсис», «Бадди Холли», позднее для «Тома Джонса». Это был один из 200 концертов, которые Пол Анка дает ежегодно. Все было как в первый раз, и только знакомые глаза, голос и песни напоминали о том, что история продолжается 50 лет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok